всем привет дорогие друзья с вами марков андрей карантин сводит с ума но тем не менее решил я поделиться с вами одним своим доводом вы в комментариях напишите мне согласны вы со мной или не согласны ну и также я конечно попрошу вас не писать всякие гадости но это же не про нас с вами правда вы в любом случае напишите что-нибудь такое острая и животрепещие щущие и так тема видео почему в украине должно остаться к 2030 году 5 миллионов человек кому это нужно и почему это эта цель реально может быть достигнута я занимаюсь последние несколько лет плотным изучением чего же от украины хотят другие страны чего от нас хочет россия чего от нас хочет европа чего от нас хочет америка чего от нас хочет африка ну насчет африки ничего не хочет скажу сразу вот а все остальные вышеперечисленные государства от нас чего-то до хотят и сейчас я хотел бы поговорить о странах европейского союза давайте вспомним что украина является территорией географически очень удобной именно для европейского союза она находится в центре европы практически в центре европы и обладает огромным количеством очень плодородных черноземов эти черноземы способны создавать провизию до выращивать продукты выращивать хлеб для которого хватит для того чтобы прокормить всю и все 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 страны евросоюза то есть гипотетически можно евросоюзу отключить функцию сельского хозяйства и из стран евросоюза сделать например мегаполисы все выращивать именно на украинских черноземов украинские черноземы плодородные в первую очередь из-за климата из-за того что бог дал нам такое место в котором достаточное количество осадков достаточное количество солнца и достаточное количество хотел сказать людей но вот здесь мы подбираемся к самому интересному людей в украине с математической точки зрения для европы слишком много такое огромное количество людей а помните в 90-х была такая реклама нас 52 миллиона когда-то действительно в украине проживала 52 миллиона человек и те люди которые застали начало независимости нашей страны должны помнить эту рекламу которая гудела по всем каналам нас 52 миллиона сейчас в украине проживают ну по некоторым оценкам не более 35 миллионов человек это я исключаю тех людей которые живут на неподконтрольных территориях вот это кстати я на видео видите я специально подобрал такое видео которое снято в киеве с высоты птичьего полета снимал я его с квадрокоптера для того чтобы использовать его когда-нибудь думал его время придет ну вот собственно говоря его время и пришло и так вернемся к тому почему же в украине должно остаться 5 миллионов человек 5 миллионов человек это граждан от совершен я имею ввиду это всех граждан в принципе то есть от детей до стариков из них работоспособными будут 3 миллиона и именно такое количество людей смогут обеспечивать эти земли и сравнительно за небольшую заработную плату и за сравнительно небольшие коврижки так скажем эти люди смогут выращивать для всей европы пшеницу картошку и я утрирую конечно же немного но тем не менее вот и второй интересный факт что такое количество людей не будет способна на такой огромной территории создать боеспособную армию например создать какое-то сопротивление оккупанту да оккупация как мы знаем бывает не прямой а посленно и скажем так то о чем я сейчас рассказываю и так возвращаясь к нашим баранам 5 миллионов человек это необходимое достаточное количество людей которая сможет обеспечивать европу и не сможет оказывать сопротивление ей вы наверно спросите а что же в этом случае будет делать российская федерация если вам действительно это интересно то поставьте лайк под видео подпишитесь на канал и если я увижу заинтересованность то я обязательно сниму видео и об этом ну а сейчас хорошего вам дня не болейте коронавирусом пока храни вас бог а